Януш Леон Вишневский. Одиночество в сети. Возвращение к началу. Восемнадцатое июля. Ночь. Дверь с шумом распахнулась, и в сумрак спальни ввалился Йоахим. Сначала до нее донеслось тяжелое сопение, а мгновение спустя — смрад алкогольной отрыжки, смешанный с запахом пота и чеснока. Она еще сильнее зажмурилась и напряглась, а, почувствовав на ягодицах его руку, отпихнула ее и тихонечко отползла на край кровати. Он что-то недовольно пробормотал, заворочился, кровать заскрипела, задрожала, и очень скоро в спальне воцарилась тишина. Оцепенение отпустило ее лишь после того, как она услышала его храп. Так она пролежала ровно до полуночи. Она точно знала время по колоколу на башне костела. В одиннадцать вечера он бил одиннадцать раз, а час спустя, в полночь, раздалось тихое, невнятное, единичное глухое брякни. Не иначе, как уставший от богослужений и сытного ужина приходской священник наказал не будить не только его, но и прихожан. Полночь. Время превращений, когда карета становится тыквой. Ах, если бы только это. Она выпорхнула из постели и пошла на кухню. Из недр буфетного ящика достала хранимую там, как энзе, пачку сигарет, наполнила высокий хрустальный бокал кубиками льда и налила виски. То же самое сделала и с другим бокалом. Села на бетонном полу балкона, поставив оба бокала на сложенную в углу потрескавшуюся кафельную плитку. В порыве устройства семейной жизни Йоахим снял ее еще в начале прошлого лета, собираясь настелить ламинат. Но творческий пыл поостыл, лето пролетело, настало очередное лето, а куча плитки продолжала занимать половину балкона. Она села на почерневший бетон, прислоняясь спиной к шершавой штукатурке, и глубоко затянулась сигаретой. Одной затяжки ее бедной голове охватило на то, чтобы пойти кругом. Еще бы! Она ведь курила по-настоящему только раз в году, да и виски пила тоже только раз в году. 18 июля. Невелик грех, как и все остальные грехи, казавшиеся ей до смешного неважными, будничными, не стоящими даже упоминания. Не говорешь о покаянии во время исповеди, по сравнению с одним, пусть и несмертным, но главным в ее личном списке грехов. И приходился он тоже на 18 июля. Она поднесла к арту бокал и не отрывала его до тех пор, пока не почувствовала холод кубиков льда на губах. Завершается посадка на рейс 777-й, Париж, Нью-Йорк. 20 лет назад. Париж. Аэропорт. В терминале полно народу, но при этом там было так тихо, словно это не аэропорт, а кафедральный собор из стекла и бетона, и все прихожане в нем глухонемые. Она отчетливо слышит звук своих шагов, отлетающий от мраморного пола и отзывающийся многократным эхом. Быстро минует группу людей с камерами и микрофонами, подходит к массивной стойке цвета слоновой кости. За стойкой появляется пожилой седовласый мужчина в синей форме с золотым значком авиалинии и спрашивает по-английски, есть ли среди ожидающих кто-нибудь, кто ждет 800-й рейс. Когда она кивает утвердительно, мужчина берет ее за руки, смотрит ей в глаза и тихо цедит каждое слово. 800-й не прилетит. Она видит себя как бы со стороны, четко видит. Она спокойно стоит, удивляется, почему этот незнакомец позволяет себе держать ее за руки, слышит будто растянутую во времени или медленно пущенную магнитофонную запись. В живых никого не осталось. Тогда она поворачивает голову, ища взглядом тех, к кому могли быть обращены эти слова, но никого не находит. И только тогда понимает, что это именно с ней, а не с кем-то другим, говорят, «Там был кто-то из ваших близких. Примите наши соболезнования». Она потянулась за другим бокалом. Пепел, сдрожавший в руке сигареты, упал на янтарную поверхность, разбив отражение луны. Она смотрела, как черные точки пепла тонут и бесследно пропадают между кубиками льда, растворяются и исчезают, так и не достигнув дна бокала. И от этого зрелища ей стало совсем тоскливо. На глаза навернулись слезы, а в голову закралась мысль, что, наверное, она уже немножко пьяная. Она затянулась очередной сигаретой. Всегда в такие моменты она впадала в две крайности. Или замолкала, или же наоборот, в ней прорывалась неукротимая охота выговориться. Но только перед собой. Так поговорить, чтобы никто не задавал глупых вопросов, никто ничего не комментировал, ничему не удивлялся, не делал вид, что все понимает или хуже того, сочувствует. Потому что она прекрасно знала, что никто ее не понимает, а уж тем более не чувствует того, что испытывает она. Вот и теперь у нее все то же. Ей хотелось выговориться, поговорить с собой. Когда она приближается к границе опьянения, ей одних лишь раздумий мало. Она должна проговорить свои мысли вслух, выпустить их материальное воплощение из головы на волю. И обязана непременно услышать их, вступить с ними в диалог. Она говорила сама с собой, задавала себе вопросы, если получалось, сама на них отвечала, спорила, иногда даже ссорилась сама с собой. Так, будто рядом с ней сидит она же сама, но какая-то другая. Странно это все, а по мнению ее подруги и похандрички Урсулы, страшно и опасно. Явно симптом неизбежно приближающейся шизы, и я на твоем месте записала бы это все на мобильник и побежала бы с этим к психиатру, потому что тебя в роду как пить дать был псих. В отношении последнего Урсула была права. Это у Агнешки от отца. От него ей достались только две вещи. Божественный лазоревый цвет глаз и как расплата за первое, как бы для равновесия, эти эмоциональные всплески, чтобы не сказать взрывы. Когда он возвращался домой пьяный, он бил маму, бил молча, совершенно без причины, без повода, просто так, для разрядки. А когда та падала, он придавливал ее ногой к полу. «Как сейчас помню», — начинает она этот монолог и говорит тихо, так сильно сжимая бокал, что того и гляди раздавит его. Я вцеплялась в его ножищу, обутывая в громадный грязный ботинок со ржавыми подковками на каблуке, пытаясь снять ее с мамы. Помню, как он пнул меня, и вкус крови на губах, и синяки на заднице, его ярость. И никогда, никогда умирать буду, не забуду. Рассядется, как султан, за столом на кухне, начнет качаться на стуле и долго бессвязно бормочет сам с собой. Под конец жизни он и разговаривал-то практически только сам с собой, потому что всегда был пьяный. Что я несу? Ну и чего я такое несу? Хочу и несу. Про него и про 18 июля 21 год назад. О грехе, к которому хочу припасть и совершить его еще раз. Тогда в аэропорту я тоже плакала. Впервые в жизни, без слез, без звука. Ревела и билась в конвульсиях, но все это шло не наружу, а концентрировалась внутри меня. До сих пор не знаю, как так получилось. Наверное, тогда люди подумали, что у меня пропал голос или что я сошла с ума. Тот дядька из ТВА позвал санитара, бородатого араба со шрамом на щеке. Санитар распрямил мою руку и, не говоря ни слова, что-то вколол мне в вену. Даже не стал спрашивать, согласна я или нет. Откуда ни возьмись, появился администратор из гостиницы. Задел санитар. Да так, что игла дернула за собой вену, натянула кожу на предплечье. Я тогда ничего не ощущала. Боли тоже. Совсем. Как будто это была не моя рука и не моя вена. Санитар тогда огрызнулся на парня, а тот, не обращая внимания, все лез вперед и махал у меня перед глазами каким-то помятым листком и что-то кричал по-польски. Сначала мне показалось, что он кричит у меня во сне, потому что санитар с ужасным шрамом дал мне что-то вроде наркоза. И я сразу провалилась в сон, а парень появился в том сне первым. Много лет тому назад, мне было тогда, наверное, лет двенадцать, я упала с качели и вывихнула палец. Мне его вправляли под наркозом. Первое, что я услышала, когда наркоз подействовал, это был крик, причем хорошо известный, пьяный, страшный крик отца. И хотя был он вроде как искажен, какой-то хрипучий, вибрирующий, вроде как из громкоговорителя, но все равно я его узнала, это был его голос. Отец в том сне, который я никогда не забуду, орал на меня из недр какого-то темного узкого тоннеля, пробитого в еще более темной бездне. Темнота в темноте. И его крик. Вот такая для меня была первая встреча с наркозом. А там, в том аэропорту, было очень светло и очень тихо. Вот почему я точно могу сказать, тогда это был не наркоз. Не помню, какие из слов того парня с листком дошли до меня первыми. То ли что он жив, то ли что он летит к тебе. Зато я помню, как потянулась за этим листком, вырвала у него из рук и стала читать. Когда я прошла уже в третий раз, сначала до конца, сердце у меня словно вывернулось наизнанку, дыхание перехватило. Я оттолкнула сначала санитара, потом администратора, а потом и молчаливого, с густой проседью мужчину в синей форме. А может, я и не отталкивала никого? И они сами растворились? Хм, вряд ли. Во всяком случае, я начала протискиваться сквозь толпу. Везде на полу я видела носилки. У стен, у стойк регистрации, рядом с цветочными вазами. Везде, на чем только было можно, сидели люди. А если не на чем было сидеть, то сидели на корточках или лежали, прикрыв лица руками. Молились, но чаще всего плакали. Над ними склонялись другие люди. В белых халатах, в светоотражающих жилетах, черных сутанах, монашке в белых или серебристо-серых одеяниях. Из громкоговорителей доносился спокойный голос дикторши, повторявший, как заезженная пластинка по-французски, по-английски и по-немецки, что самолет авиалинии ТВА, рейс 800 из Нью-Йорка в Париж, по техническим причинам сегодня не прибудет. Да, мать вашу, Ростак да розеток! Это ж какие мозги надо иметь, чтобы придумать то, что они придумали, по техническим причинам! Хотя, если подумать, это не расходилось с правдой. Разбившись от удара о поверхность океана на тысячу кусков, самолет, в сущности, по самой что ни на есть технической причине, прилететь не сможет. Как сейчас слышу сюрреалистический в тех обстоятельствах голос дикторши. Его я тоже никогда не забуду. Помню, что потом я сидела на какой-то пустой лавочке, прямо напротив молочно-белых дверей, которые раздвигались и снова сдвигались списком, а стоящий передо мной на коленях парень из гостиницы уверял меня, что он должен выйти из этого коридора. Потом на меня что-то накатило, и я заплакала, почувствовав разливавшуюся от низа живота к рукам волну благодарности. И мне захотелось эту мою благодарность обязательно выразить, а поскольку я не знала, кого благодарить, вознесла благодарение Богу, хотя верующей я никогда не была. И тогда эти пищащие молочно-белые двери раздвинулись в очередной раз, и из них вышел он. На мгновение остановился, нервно оглядываясь вокруг. Он первый раз не виртуальный, пусть в долину, наконец-то реальный, из плоти и крови, наконец-то! Она поднесла к губам пустой бокал, языком подхватила и отправила в рот кубик льда. Остальные высыпала на ладони, протерла ими пылающее лицо. Он заметил меня, а когда он стал медленно приближаться ко мне, я тут же забыла о Боге и благодарности, о том, что с размазанным макияжем и гигантской гематомой от иглы я выглядела как наркоманка со стажем. Хотела сорваться со скамейки, полететь к нему, прикоснуться, чтобы окончательно убедиться. Но я не смогла сойти с места, ноги будто приросли к мраморному полу, а может, оно и к лучшему. Может, во всем этом был какой-то замысел? Ведь женщина не должна бегать за мужчиной, даже влюбленная женщина, пожалуй, прежде всего именно такая. Помню, когда он приблизился ко мне и грустно взглянул огромными голубыми глазами, я прижала палец к губам, подавая знак, чтобы он ничего не говорил. А потом вздохнула она, прикуривая очередную сигарету. Только потом. Внезапно в гостиной зажегся свет. Ее передернуло, будто ток от включенного света прошел сквозь нее. А, заслышав шаги, пришла в себя. Поспешно притушила сигарету о кубике льда, зажала бокал между ног и прикрыла его ночной рубашкой. Один. Его разбудила волна тепла. Странно, показалось, что тепло ласкает только его спину. Он медленно открыл глаза. Радуги. Множество наползавших друг на другом маленьких радуг. Что это? Ну, курнули они вчера, но ведь совсем чуток. Наверняка слишком мало, чтобы это держало до самого утра. По косячку на каждого, не больше. Надя уже на половине своего начала расстегивать кофточку и сняла лифчик. Он помнит все, что было сразу после, а вот как добрался до постели, провал. Впрочем, не в первый раз. Рядом с ней он не испытывал нужды в травке во время секса. Однажды дело было в одном крутейшем варшавском отеле у вокзала. Они предавались любви в декадентско-громадной ванне. Тогда у него глаза как будто вывернулись наизнанку. В смысле вовнутрь. Жуть, особенно когда он попытался представить это при других обстоятельствах. Но тогда, в той ванне, все было именно так. Сам себе смотрел в глаза. Причем не в отражении в каком-то там зеркале, а своими собственными в свои собственные. Видел в них очертания Надиной головы между своих бедер, размазанные нечетки из-за того, что двоились. И тогда он зажмурился. Сильно. Для верности придавил веки пальцами. Хотел вернуться к реальности. Хотел видеть то, что там делает Надя в нераздвоенном изображении. Ибо нет в мире таких опиатов, которые выиграли бы соревнования с ее губами. Продолжая лежать, он широко открыл глаза и на секунду замер, пытаясь собрать мысли в кучку. Это множество радуг. Это ведь оптика. Реальная оптика, а не какой-то там продленный кайф. На коже Нади высыхали капли воды, образовывая микроскопические паровые облачка над кожей, через которые, как через призму, преломлялся свет. Мы часто наблюдаем это на небе после дождя. Много призм и муравей не крадук. На ее спине, на ягодицах, на бедрах. Ну, а ласкающее тепло, которое он ощутил, обычная термодинамика. Вот уже неделю стояла поистине тропическая жара, так что Надя прикрепила дешевый, купленный на распродаже китайский вентилятор к покатому потолку чердака. Он прикрепляя это не столько чудо, сколько чудовище техники, которое нормально проработало всего минут пятнадцать, а потом лишь лениво вертело своими лопастями, с трудом меся неподвижный, вязкий, словно желатин воздух. Лопасти были такие огромные, что своими концами доставали до середины окна в потолке и, вращаясь, отбрасывали на него тень.